Фотография делается на F12 в Ведьмаке нефигасим. Привет всем! Я просто не ожидала, я сейчас через другую программу записываю. Поэтому как-то было неожиданно. Не играла я где-то полгода, так что я забыла, сейчас буду разбирать свои задания. И еще на заднем фоне там Великая симфония, там играют пианисты, скрипачи и кардионе периодически у меня в прохождениях появлялась. Так что если вы слышите какие-то ноты, то это нормально. В моем прохождении это нормально. Иначе мне придется молчать всю игру. Для меня это не вариант. Давайте посмотрим с вами, что мы выполняли. Ведьмак у нас одет в доспехи школы кота, я их улучшала. Видите, это улучшенные доспехи. У меня комплект целый. Да, я уже забыла. Чем мы тут с вами дрались, значит, у нас много разных мечей. Самые стремные я тоже продаю, собираю. Какие-то мы тут чертежи собираем, крафтила я. Сейчас войдем с вами в курс дела, будем выполнять с вами задание. Кто-то там уже следующего Ведьмака ждет, но я все этого не пройду. Ну, потому что я не играю так часто. По разным причинам. Так, это у нас серебряный меч. Тут плюс 50 процентов урон, шанс критического удара 3 процента. И мы камни используем, да. Надо просто войти, как говорится, в кураж. И там уже будет понятно, как бьет у нас меч. Тут, например, нужно починить. Все, забыла. Вообще все забыла. Это у нас Диабль. Стальное оружие. 20 уровня. Мы с вами 23. Ну, меч может быть по уровню ниже, но он может быть очень хороший и прокачанный. Его жалко будет до последнего продавать. Но уж точно не выбрасывать, конечно. К нашему герою романтику, любимец Йеннифер. В множественном числе, да. Мы вернулись к нашему Ведьмаку. Школа Медведя. Блэд. Машь Ирдана. Дополнительный урон при критическом ударе. Шанс вызывского течения. Слушайте, у меня там целая схема есть была. Понимаете, в голове продуманная, как я играю. А сейчас я все забыла. То есть Ирдана у нас это ловушка на призраков. Больше ловушка для тонкого плана. Сейчас надо врубиться, что я там хотел, что делала. А здесь дополнительный опыт за смертельный удар по человеку. Так, слушайте. А это же у нас стальное оружие, оно против людей. Мощердана. Но в первой части я там реально как капкан выглядел. Ну тоже это своего рода магический. А вот здесь больше похоже на... Именно на магическую ловушку. В круге. Вот этого фиолетового цвета. Фиолетового. Лидия еще классная за равновесие. Конечно, выбивать. Так, что мы пьем? На какую кнопку мы пьем? Что? Не помню. А, тут несколько кнопок. Сейчас займу. Так. Так, смотрим. Мы пьем. Так, жрем. Мы пьем. Жрем мы на R. Значит, ласточка. Отличная у нас уже ласточка. На F. Пурга у нас. На T. Это у нас там еще замедляет время. И быстрое лечение. Тарафора белого у нас. И это И. Значит, RF. Т. И. Это я просто, чтобы у меня кнопки подсветились. ТАС. Так, это что мы выполняли? Задание теперь смотрим. Размираться еще будем. Вспоминать. Сто лет. Выясните, на Скеллиге или Цири, а мы на Скеллиге. А зачем мы сюда приплыли? А мы тут что-то выполняли, да? А у нас задание-то какое висит? Нет, ну никаких сейчас пока встреч. У нас там, по-моему, еще здесь дофига и больше заданий-то. Я еще ведь хотела туда вернуться. У нас 23 уровень. Ну, тут уже задание-то под 30-очку. Нужно еще будет туда вернуться. Но я там прям все почистую тоже просматривала, выполняя. По очереди. Как у нас идет. То есть, по возможности. Вот сюда вот возвращалась. Выполняла здесь квесты. Пропавший жених. Вот можно его, например, спросить Кевина о задании в деревне клана. Броквар из Пикерога Геральт получил задание найти и спасти пропавшего селянина. Кевин, предлагавший вознаграждение, утверждал, будто пропавший просто сбежал от невесты. Однако сама невеста Брид неустанно твердила, что ее нареченного похитило чудовище. Это как раз наша работа. Пойдемте. Слушайте, а чего у меня интоксикация-то? Я не понимаю. Надо сбросить ее. Я вообще забыла, что я делала тут. Вообще не помню. Не подходило. Вообще полгода к видимогутям вам, честно говоря. Честная пионерская. Периодически у меня тут скрины будут. Потому что кнопка выбрана. Я уже сейчас не буду менять. Та, которая запись здесь ставит. Другой программой сейчас пользуюсь. Записываю по 10 минут. Весит меньше. Качество такое же. Вот. А мне это как раз и нужно. Потому что у меня памяти не очень много на компьютере. подо все нужно распределить. И некоторые игры тут не удаляю. А у меня тут хранятся. Дай бог вот ласточку вспомнила. Насколько я совершенно выпала от игр. Да ёкала мы на где этот эликсир сбросить интоксикацию. Ну, суховная косатка, да там. Да она не в воздух добавляет. Получается, как будто бы здоровье какое-то время поддерживает. Потому что начинает здоровье тратиться, когда ему воздуха не хватает. О, все алхимические зелья можно использовать один дополнительный раз. Офига себе. Это на что? Прикольно. Надо попробовать. Как ты даже не знала о таком чудодейственном отваре. Ведьмы и ведьмаки, они напрямую связаны с природой, с травами. Все натурально на самом деле. Их организм настолько силен, и их воля просто невозможно сильна. Ну, мы не уточняем там чародей, колдуны. Да, мы сейчас просто взяли, ведьмака и ведьм. Ведьм, я имею в виду ведущих. В зависимости, кто на каком канале работает и кто... Как пользоваться своей силой. Я сейчас не разворачиваю эту тему. Я много про это говорила. Ну, так вот. Да, у них настолько организм адаптирован под натуральные травы, масла, вот под это все. Их просто очень ускоренная регенерация, она очень быстро действует на натуральные вещества. Во-первых, их эгрегоры, связанные с природой, защищают это животные. От духи, да, природы. И стихии, в зависимости, опять же, от силы мы берем ведьмака, он пользуется стихиями. Не в смысле земли, а разными стихиями, которые здесь на земле. В основе планеты. Ну, берем вселенную ведьмака тоже. Как будто бы тоже. Он же и теми же стихиями, в принципе, пользуется. Пенеет он медленнее, наоборот. Лошадиную дозу может выпить. Как раз Путин, да. И не отравить сразу же. Каким-то ядом очень сильный организм. Так мы вообще не этим занимались. Наконец-то. Сбросили, да. Перематываем, медитируем. На утро, да. Вон, что мы там делали. Надеюсь, я ничего лишнего не примотала. У нас перегруз. А-а-а. Вот оно что, Михалочка. Что у нас там увеличивает вес? Ничего не помню. Так, где это у нас находится? Мы что-то собирались здесь делать? Нет, я не помню. Мы, по-моему, последний раз с кузнецом разговаривали. Я какую-то истолкала. Так. Это у нас. Слушайте, а что у нас такой перевес? Мы вообще разгружали. Почему у меня такой перевес? Надо что-то продать, что ли? Почему у меня так все вообще? Тяжко. Тяжкая ножа. Почему у меня такая? В игре. Пойдемте, что-нибудь тогда продадим. Я не знаю, что там с миражей было. Так. Мне сказать нечего. Так, подожди, а как это нечего ты? Давайте-ка. В кузнецом. У меня здесь все. Но надо полагать, тебя интересует... Почешем языками. Покажи, что у тебя там. Ну, показывай, что у тебя там. Мое время ждет. Я быстро. Так. Как бы я могу... Внимание, то и время немного занять. Тяжелый доспех. Или я находил, мне не понравился. Или на весь это сколько, офигеть. А, нет, у меня все норм. А, нет, это я выпила эликсир. Сейчас его действие закончится, и все. Я ведь куда-то вещи складывала, наверное. Где у нас там? Прощай. Карту мне покажите. Покажи карту мне. Карту мне покажи. Прикиньте, даже забыла карту мира на какую. Быстро кнопку включать. Так. Господи, в Новиграде. У этого его друга, краснолюда. Его бордели. Точнее, не бордели, а как уж назвал Лютик. В общем, очень таким изящным литературным языком. Кабаре. Из которого он сделал, можно сказать, бордель. Да. Ну, Кабаре это не бордель. Но Лютик постарался очень. Понимаете? Так. Так, мне, пожалуйста. Блин. Во, на Эмма. Почему в прошлый раз-то не включалась? Мне за три девятьземелья вообще на другой остров плыть. Мы еще занимались вот этими знаками вопроса. Да. Тут ведь у нас сундуки. Нет, давайте сейчас выполним задание. Как я говорю. Одна нога здесь, другая там. Не факт, что получится так быстро, как я рассчитываю, но все же. Перекресток. Перекресток двух дорог. Покажите мне. Выпил дьявол, два ветра, голова болит с утра. Пойдемте искать пропавшего жениха, которого сожрали монстры или не сожрали. Надежда умирает последний. Невеста волнуется. Надо жениха вернуть в целости и сохранности. Я пока вообще не соображаю, что мне делать. Сейчас знаю. Почему? Геральт, если мы с тобой сострижем бороду, ты сразу же скинешь лет 20, наверное. И тебя даже всерьез нельзя воспринимать. Так. Блин, а где ножницы-то? Давайте сострижем ему бороду. Сережник. Чем могу помочь, путник? Ты не подстрижешь меня? Волосы уже в глазах. Перед встречей с Йеннифер, давайте. Хотя ей, по-моему, борода нравится или нет. Нет, что-то она говорила плохое. Намский угодник. Давай, стриги бороду. Мне кажется, здесь вообще нет ни одной прически с бородой, которая другая, которая мне нравится, кроме... Либо коротко стрижены, либо чуть-чуть. А не, мне больше нравится бородка. Как ни крути. Так, причесочку. А что с прической там? Так, по-моему, вообще идеально. Мы так, по-моему, уже стриглись, да? Мне вообще не нравится. Меня так пугать не надо. Блин, нравится мне стриженая борода, я чего не могу поднять. У тебя есть борода, я скажу тебе да. А? Как-то неожиданно. Я вообще не воспринимала вообще никак эту прическу в игре. Видимо, за полгода я очень сильно изменилась. И мы очень длинные волосы идут. Мне нравится короткая стрижка. Разным людям разный образ идёт. То есть, это не... Потому что нельзя, как бы, одно, один каркас под всех подгонять. Все люди разные. Всё дело в целостности образа. Но Елит, конечно, об этом не думает. Мы за него об этом думаем, поэтому... Ладно, пускай будет так. Нам надоели длинные волосы. Тут махать своим хвостом, они потеют грязные. А тут меньше реже голову, надо быть. Что бы не наматывать кишки на свои волосы, мы пойдём с остриженной прической. Хотя, не могу к нему привыкнуть. Да, вроде нормально. Ладно, побегай. Немного волосы отрастут. И нормально. Так. Надо с кем-то поговорить. Да вроде так нормально. Чё ты с Геральдом сделал? Зачем тебе нужно было стричь ему волосы? Портить ему имидж? Ну, не в смысле имидж, как репутация, а в смысле внешний вид. Здрасте. Видно, ты не местный. Что тебя занесло на спикерок? Что меня привело на спикерок? Я прочёл твоё объявление. Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязчивого спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чём дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. Ладно, Геральд, на одно задание возвращаешься и меняешь прическу. Похоже, ты не веришь сестре. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Ниль сбегал за юбками, и сбрить сладить непросто. Но всё-таки семья это святое. Ты займёшься этим делом? Ну да. То есть от семьи уже ничего не осталось. Ну что, нам нужны награды, мы не... Собираемся тут бытовых и чужих людей заниматься. Это их дело. Займусь так и быть. Посмотри, что можно сделать. Для начала я хочу поговорить с твоей сестрой. У Нильсы и Брит было любимое место. Пускал к северу от деревни. С тех пор, как он пропал, она всё время там сидит. Спасибо, я пойду к ней. Блин, а я с ним не обсудила цену-то. А мы можем ещё раз цену обсудить? Где ты находится? Ну вот, поспешишь, как говорится. Людей насмешишь. Почему не пры? Штяпочек. Можно отсюда брать что-то? Это подсачек, чтобы тянуть рыбу из воды. А вот это? Это червяки для детей, которые задают слишком много вопросов. Оказывается, что даже что-то мы не сумирали. Да у меня, наверное, перегруз был. Переключения ищут. Я уже их нашёл, спасибо. А ты топоры умеешь летать? Вообще одной левой. Дядюшка говорил. Дай 20 минут потренироваться. И я буду лучшим воином с топором в руках. Брит? Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Не самый лучший муж, судя по всему. Может, это карма? Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень. Огромные крылья. Будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его. И унесло в сторону пещер на побережье. За всё содеянное. Я попробую его найти. Предают тебе, предают. Женщины всё плачут и плачут. По женихам, которые не хранят им верность. А вот чудовище и выполняют божественную работу. Так, а ведьмакам приходится вытаскивать их из задницы. Использую ведьмачье чутьё. Смотреть пещеру, о которой говорила Брит. Я надеюсь, нам заплатят деньги. Я ведь не обсудила этот вопрос. Звал мое имя. Чего ты взяла? Просто одна буква была. Кончание имени, которое есть у её другой женщины. Твоё имя кричала. Так, мы зовём плотву на какую букву? Чёрт тебе. Я выпила ласточку. Я зачем сместить людям за содеянное? Знаете, Бог сделает намного хлеще, чем вы можете себе представить. Для того, чтобы установить равновесие в этом мире. А у вельмака есть своя работа, да. Вытаскивать всяких странных персонажей из жопы. Как женщин, так и мужчин. Чтобы никто ничего не подумал. Слушайте, а что у меня? Он не бежит там. Я не могу бежать. Я не могу бежать. Двойной. А, левый контрол. Оказывается, левый контрол я ставила насильно. У тебя рано? Мой отец тоже был такой бледный, а потом умер. Я с рождения такой бледный. И после инициации не умер. Тогда уж у меня точно никакая болезнь не возьмёт. Так, слушайте, а куда я залезла? Я здесь могу проехать? Вообще, в горы залезла, надо спуститься. Гераль, ты, наверное, едешь и думаешь, зачем я тебя обстригла? Всё же было хорошо. Нет, нужно было что-то изменить. Что-то нужно усовершенствовать, как любой женщине. Что-то нужно переделать. Ну ты просто эскиз в моих руках. Я как на холсте решила воспользоваться данной возможностью. Не каждый раз геральдюша попадает в твои руки. Вот полгода прошло, и ты снова попал в мои руки. Так. Так, стая у нас балков. Сохранимся перед этим. Какой-нибудь тролль утащил, да? Скоп. Чем его убивать-то? Я даже что-то не помню, чем я убивала. Послеплят? Тюняка. Слушайте, а на какие кнопки у меня там... Вообще не помню, так. Я не помню, на какие кнопки использовать. Я реально не помню. Слушайте, я не помню, на какие кнопки использовать знаки. Я вообще все забыла. Говорю, полностью выпал. Вообще, к играм очень редко подхожу. Привязка клавиш. К лесу мыши ты переключает. А, кулу. Да ладно. Сейчас переигрывать будем. Подождите, мне надо снять интоксикацию. Потому что... А, что я еще хотела? Вот это у нас что? А как его бить-то надо? А какими бомбами? Вот если у нас заморозка. Ничего не помню. Ничего не помню. Ничего не помню. Так. А? Слушайте, я нету, я выбрала. У меня запись отключилась. Не вовремя. Он что-ли был этим чудовищем-то? Все, как заново приходилось учиться. Вспоминать. Так, подождите, а вещи-то куда исчезли? А вот они. Как знаки-то переключать? А, колесиком я переключала. Все, вспомнила. Не, ну надо так вообще. Интоксикация опять. Почти наехали. Ну, пошла. Так, слазим. Здесь у нас пещера. Так, а ведьма, еще чуть-чуть ее ножка включается-то. А, как же здесь воняет подалье трупоеды. Трупоеды, так у нас совсем другая схема. Трупоеды у нас, это черная кровь у вампиров-трупоедов рядом с ведьмаком, начинается кровотечение. Кроме того, когда эти существа ранят ведьмака, ведьмачья кровь наносят им раны. И это мы используем вот. И далее, чего мы еще использовали против них? Максимальный уровень здоровья. Так, 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 так. Кстати, что там у нас? Игровая операция. Играем мы насмерть, ну, в общем, как я играл до этого. Вот так вот выведем, а, все. Видим, а чести сиреной. Токсикация давай, спадай уже. Так, надо посмотреть, как сирен-то убивать, я забыла вообще. Сирен убивать, убивать сирен. Масла, я же еще масла использовала. Точно, это реликты, да? Вампира. Нет. Гибрида, точно. Гибрид. Хигни, арт. Масло против гибридов. А какая бомба? Блин. Картечь. Даже масла не использовала. Просто забыла все. Что-то у нас регенерацию здоровья восстанавливаем. Давайте тогда так. Что, на обратном пути, что ли, собирать? Тут еще помимо этого, вот эти вот труппоеды. Тут хера и больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ё-моё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Безумная и грозная владычица глубина. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Захабывался мужика. Энергия питаться. Но они же тоже своего рода суккубы и русалки. Кейпли. Тоже своего рода суккубы. Низкосортные. Здесь во всех играх, фильмах и фэнтези демонов называют демонем. Это вот как раз бесовщина. Это совсем другой иерархия под класс. Есть бесовщина. У них есть по иерархии свои высшие лорды, жрецы. Те, кто управляет, полководцы, те, кто управляет. В иерархии есть высшие ниши. Бесовщина – это тот, кто путает дурманию. Но самые низшие, тот, кто жрет энергию человека – это лярвы. А демоньо – это высшая каста. Они просто осознанно. Если приходят, значит, особые цели. Кто-то им воздает почести, дает им дань. То есть это серьезная работа. Это просто так не пройдет, что можно вызвать, заплатить. Это очень за равносильно, что когда какие-то глобальные перемены происходят, когда идет серьезная война одной страны против другой. Это вот их уровень. Так они не участвуют. Но это в играх здесь очень часто. Ну, здесь есть бесы, есть демоны, да, тут есть подклассы. Я просто говорю, кто интересуется эзотерикой на уровне нашего мира. Бесовщина и демоньо – это совсем разный уровень. Демоньо – это разумные создания. Противоположно с ангелом по-другому. Это необычная сирена. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Слышь, милюзиный образник не просто так. Наверное, это необычная сирена. Слушайте, когда она впала в спячку, а теперь проснулась и проголодалась. Вовремя, короче, я сбросила запись. Думала, сейчас у меня все уже не записалось. Так, ищем нашу красотку Цымбалюк. Которая впала в спячку. Давайте сначала разберемся с нашими старыми друзьями. А у меня ведь интоксикация. Подождите, а что у нас там с бомбами? Ну, это танцующая звезда. Нужно не спаливать. А ведьмачок, ведьмачок. Кстати, кто только сейчас включил первый раз. Слушайте, а что он не достает меч? Почему меч-то не достал? А, все, дошло. Масло надо использовать. Так. Против. Вот, думаешь, как долго бью их. Трупоедов-то, господи. Ну, надо тогда. Куда они свалили? Куда они свалили? Ну, лежать. Жать боятся. Эх, эх, эх. Собираем мозги. Можно было их взорвать здесь. Целиться в бочке. Да. Мы разогреваемся. Мы давно не играли. Потому что нам нужно... Кто только сейчас включил? А что я говорила? Только сейчас включил. Да, я первый раз играю ведмака. И вовсе никак не пройду до конца. Завина, да? Потому что я первый раз играю ведмака. Ладно, пойдемте драться с сиреной. Что нам делать? Подождите ли я? Эта кровь куда-то тянется? А, она пробудилась и теперь... О-о-о-о-о-о. Наверх поднимаемся туда. На какой ты прыгаешь-то? А на альт. Нет, раз такие кнопки были выбраны. Да, ничего себе. Вот и ее жених. Да? Это, наверное, не еж. Какая-то тварь уронила его с большой высоты. А значит, Бритт не обманывала. Перед смертью все вспомнил. И не успел помолиться. Помыть. Она меня травила. Подождите, против яды надо выпить что-то, да? Потому что против яды я пила. Ммм. Ну что? О-о-о-о. Так, все с тобой покончено. Выполнили мы. Больше по болотам шастели тут собирали. Все. Ну и что с нее выпало? Так, подождите. А, вот. Трофей и хидны у нас перевес. Так, Герас, срочно. Какая регенерация для выращивания волос на голове. Отращивай свою шикарную шевелюру отращивай. Перевес. Сейчас примотаю время, что-то не перевес. Что я там нашла? Надо в этом разбираться. Сейчас сидеть. Я вообще все забыла. Сейчас обратно пойду через пещеру. Там эти мои любимые ребята, которые... Хочу сказать, рептилоиды. Которые трупоеды. Падальщики. А вы можно как-то быстро переместиться? И так и сюда. Потом в деревню. Тут вроде все собрали, да? Нет, не все. Что-то мы за... А, надо заглянуть в наши рецептики и глянуть. Вот на что, ахимия. Что-то я тут улучшала, на самом деле. Тут у нас нет. А, ну мало красного тагена их можно собрать. А из мало делаем большую. Так оно так делается. Хорошо. Здесь еще проход есть. И сюда не заглядывала. Не знаю, зачем этот проход, когда здесь ничего нет. Еще и плыть заставили. Ладно. Пойдем. Пойдем. Мы идем с не очень хорошим известием. Платушка. Мы с тобой как этот злой доктор. Мысли мы хороший доктор. Просто тот доктор, который говорит о плохих новостях, он может автоматически стать не очень хорошим доктором. Вперед, Платва. Ну что, плохие новости не... Кто не любит сообщать? Ну да, тут ехать-то всего ничего, да? Правда, там волки, если только из-за этого переместиться. Ну, вчера мы наделали... Давай! А медом тебе жопу уже намазали? На! Блин, я тут что-то все снес. А тут нельзя брать. Ну-ка, проверим. Уже. 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 мастер ведьма я избавился от чудовища пещерах на побережье поселилась старая эхидна я ее убил с трудом а значит брит говорила правду нильса похитила чудовище и убила его тело лежит в пещерах я должен за ним сходить ты скажешь брит что стало с ее женихом я поговорю с ней должен же я хоть что-то для нее сделать страшно глупо я себя чувствую что собственной сестре не поверил возьми его ты заработал бывает он нам заплатил хотя мы с ним не договаривались так что если вдруг мы забудем обсудить такие вопросы цирюльник кто у нас лодочный мастер потому что интуиция женщина не подводит и на слушать интуиции мужчины не обладают они обладают опытом нет у кого есть даром который передается по женской линии это не для всех да он может пользоваться интуиции но это редко больше сказать 30 процентов это из тех кого есть дар женская энергия так чем могу помочь путник и нибудь на 7 волосы обратно давно мы так не ходили с тобой интоксикация это как тебя измучила геральт все лицо исполосовано моя любимая прическа бывай как же мы длинные волосы идут просто офигеть некоторым вообще не идут мужчинами длинные волосы даже как и женщинам каждому свое можно было просто примотать ведь время читая учете там перевяз какой страшный я сейчас долго буду спускаться а нет вот зачем нам с ним говорить глаз с него не спускать эй ты ну с чем пришел ни с чем покажи мне поторговаться что метод барахла завалялась вообще ходить не могу как так вообще как так тут вообще добавляет вес нет не добавляют ну чё у тебя тут интересно чё-то я даже не загляну ой ой воск только лоск я должен с тобой поговорить оставь меня Твой жених умер, его похитила и убила Эхидна. Нелис. Я знаю, что его не вернешь, но я отомстил за его смерть и убил чудовище. Спасибо. Я знала, что он был мне верен. А потому клянусь быть верной ему до конца своих дней. Возьми. Здесь немного, но я хочу, чтобы ты принял это золото. Он был тебе неверен, сказал брат с его слов. Уж точно он не стал ей это рассказывать, расстраивать ее лишний раз. Так мне уже заплатили. В этот акт я беру оплату, а ты обещаешь быть счастливой. Подожди, но нам уже заплатили, поэтому это будет... Нам уже заплатили, чтобы нам еще лишний раз сестры брать деньги. Твой брат нам уже заплатил. Продолжение следует...